В основном, в 80-е. В основном, потому что через дорогу был построен университет Дружба народов. Дружба победила, крематории закрыли. После долгих схваток, ну, стали открываться другие. Ну, вот Москва туда собралась. Дружба готова. Дружба готова. Дружба готова. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Но при этом нет вот этого, как я уже говорила, ощущения конечности. Ну да, и нет ощущения чудовищности, что кто-то попытался запечатлеть то, что уже ушло. У меня, например, приводит в жуть нечеловеческую, когда по дороге к Колиной могиле на Смоленском я каждый раз не могу мимо пройти. Какая-то такая тетка, ну наверное ей лет 60 на этой фотографии. И она сфотографирована не то где-то в бане, не то где-то на пикнике. То есть она сидит и просто такая, а она такая еще тетка здорова и сидит. Ну это чудовище, понимаешь? Ну то есть на это смотришь и думаешь, господи помилуй, ну просто хочется подойти и с ней чокнуться, понимаешь? Как докрашивая. Ну как это, понимаешь? Или парень с мобильником в Мерседесе, тоже отличный просто, отличный. Понимаешь, сидит, по мобильнику разговаривает, просто жуть нечеловеческая оплатывает, понимаешь? И потом когда уходишь в старую часть кладбища, там вот эта тишина на душу как раз опускается. И здесь удалось Георгию эту тишину передать. Вот такую светлую очень тишину. Я ее здесь не ощущаю. Скорее для меня есть какая-то радость встречи и... Много радости. Да, радость встречи. Явная. Явная совершенно. И, конечно, в каких-то, во многих случаях просто разделение их радости. Многие вызывают восхищение. Смотришь? Ну... Не то, что стены нет, а вообще никакой дистанции. С кем ты переживаешь то, что он мог переживать? Согласно изображению. С некоторыми смеешься. Спорщики есть. Ну да, думаешь, там кто кого, иногда они просто собираются в столкновение. Другие лица, думаешь, как они говорят. Непосредственно друг с другом. Из какого-то огромного расстояния. Глядя почти прямо. Но, тем не менее, не прямо. Из каких-то пространств. Друг с другом. Не знаю, какое. Голобо. Беседует. Контачит. Совсем плохо. Общается. Вот так вот. Когда Ирина Ефремовна приезжала в Москву к Андрею, слышали про таких персонажей, да? Да. Да. Вот я туда приехал, к нему, на эту дивную рыбоводческую базу, на красивый залив. Знаешь, здесь какие-то столы. Я все разложу. Вот ее реплика. Мне хотелось бы среди этих людей жить. Мое общество. В Москве это общество. Нет сейчас ровно, как и в других местах. Угу. Ну, когда я хожу по Санкт-Петербургу, думаю, какие же вы счастливые вчера, в частности. Да, то есть ты думаешь, что у нас еще это общество не иссякло, оно еще не переехало туда. Все. Как нигде это просто. Знаешь. Оазис в пустыне. Не знаю. Есть и мелкие, и мелкие, а у вас огромные. В Москву почаще приезжают. Не, я не хочу туда. А, ну вот, собственно, и вся реакция. Причем сразу там и на поверхность. Чур меня, чур. Нет, зачем мне в Москву? Вот, а для сравнения, сразу меня поймешь. Ах как бы... Вами... Вами, к sharingе морских недвижений. Это